За час до концерта на площадь Ляхимова уже подтянулись поклонники смысловых галлюцинаций. Некоторые напевали «Вечно молодой, вечно пьяный», а кто-то сетовал на остатки затоптанной любви, которой, увы, совсем не стало. То, что здесь выступят дебютанты большой сцены, коллектив из Симферополя «Мокин Блюз» и севастопольская группа «Бутни», для многих меломанов стало неожиданностью. Местные музыканты не скрывали, что перед выступлением немного нервничали. Работать на разогреве у смысловых галлюцинаций непросто. Народ ждет известных артистов и культовые хиты. Но площадь тепло встретила блюзовых исполнителей из «Мокин Блюз». Нашел своего слушателя и самобытный рок севастопольской группы «Бутни». Простые тексты на вечные темы, оригинальное исполнение понравилось людям независимо от музыкальных предпочтений. По словам самих артистов, публика в Севастополе самая доброжелательная. «Огромное спасибо организаторам «Точки сборки» за то, что в принципе у севастопольцев есть возможность вот так вот очень круто, бесплатно кайфануть на главной площади нашего города. А таким группам, как мы, есть возможность выступить на главной сцене этого города. И очень приятно, что севастопольцы любят это, воспринимают это и аплодируют. Очень здорово. Лично для меня вот такие эмоции. К девяти часам на сцене появились те, ради кого пришли тысячи зрителей и сразу в их руках замелькали телефоны. Сделать съемку известных рокеров «Мечта поклонников». «Кто будет словить, какие девушки с какими волосами?» «Он спускает, жить на глазах мы заслеваем, с улыбкой трубой». Музыканты из Екатеринбурга посещают Севастополь в третий раз. Предыдущие гастроли были посвящены 25-летию группы и юбилею культового фильма «Брат-2», благодаря которому они стали известны широкой публике. Сейчас коллектив выступает с программой «Космос наш» в честь юбилея празднования Дня космонавтики. По словам основателя галлюцинации Сергея Бабунца, в следующем году рок-группа прекратит существование. Музыканты будут работать в другом формате. «Мы решили сделать то, на что редко решались люди, осознанно так, когда они не в конфликте, а просто по-настоящему. Проект дошел до пика, на пике его закрыть, потому что на каждый наш концерт все больше и больше людей приходит, и видно, что народная любовь настоящая, она только пришла. И это очень прикольный момент, который останется светлым пятном, а мы перейдем на какой-то другой уровень». Проект «Точка сборки» становится новой традицией Севастополя. Число участников растет. Несмотря на санкции, расширяется география коллективов. «Точка сборки» – это не просто проект, это концепция нашего города. Мы, действительно, все должны объединять воедино. Все фестивали, все культурные события. Не различайте этот правильно, этот неправильно, это хорошее, но чуть лучше. Мы все объединяем в городе. «Севастополь действительно должен стать, я уверен, что он уже во многом стал и культурной тоже столицей, но как минимум, и в России здесь сбьется сердце русской культуры, русской цивилизации». «В принципе, этот проект создан для того, чтобы объединять Севастополь, материковую Россию. И группы с материка уже ездят к нам. Очень хотелось бы, чтобы группы от нас, от Севастополя, ездили на материк, выступали, общались, менялись опытом и развивались дальше». По мнению музыкантов и организаторов, у проекта есть шанс выйти на федеральный уровень. Для местных исполнителей это будет хорошая возможность заявить о себе с большой сцены. «Слышали хорошую музыку» Арсений Ковалевский, Александр Тимофеев, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. «Севастополь»